Диалоги И сегодня я хотел с большим удовольствием представить нашего гостя, Народную артистку Республики Казахстан, Роза Ромбаева. Роза Конышна, здравствуйте. Здравствуйте. Роза Конышна, как вы считаете, сегодня современная женщина, современная, может быть, как мы часто говорим, деловая женщина, какими качествами должна все-таки обладать? Она должна со временем в ногу, но в то же время даже иногда опережать, так как деловая женщина должна успеть предугадать, предпринять, предчувствовать какие-то изменения, какие-то новшества и, конечно, это все внести в свою жизнь. Ну а меланхолия все-таки не посещает? Иногда такие мысли, что вот как я всего от этого устала, да? А не оставить ли мне все это дело? Вы знаете, мне иногда просто хочется уехать в какую-то далекую деревню, какую-нибудь на чистую природу, пожить в деревянном домике и подышать этим хорошим, чистым, настоящим воздухом. Сегодня казахстанская эстрада, абсолютно объективно и откровенно хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос, насколько вообще она удовлетворяет вас и, скажем так, оставляет приятные ощущения за завтрашний день? Вы знаете, наша казахстанская эстрада настолько разнообразна, и у него действительно и слушатели очень разные. Есть слушатели, которые любят, может быть, больше джазовых исполнителей, каких-то новых направлений, а есть слушатели, которые больше любят в народном направлении. И поэтому эти артисты очень популярны у нас сейчас, которые близки к народной музыке. Они очень много концертов дают, у них очень много слушателей, и я поэтому не могу сказать, что казахстанская эстрада сегодня намного вперед ушла или отстала. Нет, она развивается, как вся наша жизнь. Глядя на ваши различные музыкальные произведения, клипы и на ваше творчество, можно понять, что вы тоже постоянно пытаетесь в этом плане держать руку на пульсе. Вы знаете, дело в том, что я стараюсь быть прежде всего в своем направлении, в своей музыке убедительной. Пусть она, может, не настолько актуальна, современна по-молодежному, но в своем творчестве я отношусь к песенной классике. Я в этом направлении себе не изменяю, я не экспериментирую. Я все эти годы с первого дня работы на профессиональной сцене, я держу свое рыбаевское направление, рыбаевский репертуар. Я ежегодно даю весенние концерты, я этим даю отчет своему слушателю. Разве не считаете ли вы, что у молодежи тоже достаточно часто можно чему-то поучиться? Хотим мы этого, не хотим. Современные технологии, современный стиль, направление, она все равно присутствует в нашей музыке. Я, например, не пою уже в такой аранжировке, которую делали в 80-е годы. Я все равно иду со временем в ногу. Но песенное творчество, оно мое. Она не зависит сегодня, какая мода, какое направление. А вот все-таки слушатель 1986 года и слушатель 2013 года, насколько он лично ваш эволюционировал сам? Мое поколение, мои сверстники, которые слушали нашу музыку, музыку нашей юности, нашей молодости, это была настоящая музыка. Это были живые оркестры, это были знаменитые, всемирно известные музыканты, которые делали, именно вносили свою музыку в новую жизнь. И эта музыка актуальна до сих пор. Ну, например, Битлес, например, Джордж Бенсон, Алджиро, Чиккория. Все эти музыканты, в общем-то, дали нам вот именно хорошее воспитание музыкальное. Привили в хороший вкус. Наши замечательные певцы гениальные. Это и Микс Иркиваев, это и Али Бекнишев, это и Муслим Магомаев. Мы на их музыке росли, воспитывались. Это не джаз, но это песенная классика. Поэтому без песенной классики не может быть нового направления. Росконычна, сегодня, в 2013 году, современной казахстанской женщине, на ваш взгляд, чего не хватает? Я думаю, что это зависит от самой женщины, чего она сама хочет. Хочет ли она дальше развиваться или хочет успокоиться на том, что есть. Или хочет, наоборот, вообще от всего отойти и уехать в деревню, как я, например, однажды, может быть, да? Уехать и жить спокойной жизнью человеческой. Росконычна, я вас с большим удовольствием поздравляю с международным праздником женщин. И с наступающим наурусом. Потому что в этот праздник моя песня «Наурус, наурус» на каждом шагу можно услышать. Если даже меня нет на сцене, все равно моя фонограмма звучит. Вам, дорогие друзья, еще раз напоминаю, что сегодня героем нашей программы была народная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева. Как на самом деле неотъемлемая часть весны. Мы с вами прощаемся. Увидимся завтра в эфире телеканала 24KZ. У вас ежедневно. Всего доброго.